Великие художники навсегда оставляют свой след в истории живописи. Они все такие разные, образованные, бедные, богатые, рождённые в самых разных уголках мира, но всех их объединяет одно – изумительный талант, который им удалось в себе развить. Ван Гог не отрезал себе ухо, а вот мочку уха он себе всё-таки ампутировал. Леонардо да Винчи был вегетарианцем, одним из самых эксцентричных художников, можно назвать Сальвадора Дали. Он любил шокировать людей, а однажды он заявился на выставку в водолазном костюме. Знаменитый художник Пабло Пикассо в молодости был очень беден. Однажды ему даже пришлось топить печь с собственными картинами, потому что у него не было денег на дрова. Художник кто он? Кто может назвать себя художником? Думаю, тот, кто может что-то сказать этому миру, даже если это маленькие зарисовки, эскизы, наброски. Нарисованы, написаны, отпечатаны на клочках бумаги, картоне, даже салфетки. Неважно, когда и где они были нарисованы и написаны. Важно, что они в себе несут идею, мысль и эмоции. Работы не могут быть прошлые, старые, никому не нужные. Они сопровождают художника всю его жизнь. Его работы всегда рядом, как верные друзья. Они никуда от него не сбегут, не предадут, не спрячутся. Но, конечно, всегда найдутся недовольные. Однако это не повод, чтобы уйти, все бросить, умереть от скромности. Только потому, что кому-то не нравится то, что ты делаешь. В каждом городе России есть свои художники. Наш город Архангельск не исключение. Соломбальская библиотека номер 5 имени Бориса Викторовича Шергина хочет познакомить с художником города Архангельска Александрой Рэй и ее картинами. Но кто же такая Александра Рэй? Пронь Ольга Сергеевна, псевдоним Александра Рэй, родилась в 1981 году. В детские годы обучалась рисованию в детско-юношеском центре в городе Архангельске. В 1997-98 годах посещала занятия в визо-студии Александра Сергеевича Сверчкова, так как родители были категорически против получения художественного образования. Получила высшее юридическое образование. Некоторое количество лет назад не возвращалась к творчеству совсем. Возвращение к творчеству было долгое. Было и обучение на мастера ногтевого сервиса, складывание мозаики и страз, раскрашивание картин по номерам. Стимулом к возвращению в самостоятельное творчество стали частые посещения красивейших мест поселка Светлого, Холмогорского района Архангельской области. Работа в стиле Алла Прима в ее творчестве сменяется с работами в многослойных техниках, с лессировками и просушками каждого слоя. С 1 января 2023 года является членом Союза русских художников. Увлекается природой, растениями, цветами и морями. Основная масса работ выполнена в реализме масляными красками. С большим удовольствием продолжает свое обучение, усовершенствует навыки, является учеником школы морского пейзажа имени Дмитрия Розы. Но почему же именно псевдоним Александра Рэй? Потому что меня в детстве сначала назвали Александрой, а потом передумали. Это мое первое имя, по сути. А Рэй в честь певца из детства. Этому псевдониму 30 лет, прокомментировала Александра. Но все же начиналось со школьной скамьи. Первые работы были копии работ Бориса Валихо. Я в школьные годы иллюстрации ко всем рефератам писала. Помню, для географии про Китай рисовала Сакуру и китайские домики. Даже директор была поражена тем, что я сама, сказала Александра. Вот это мне лет 14 было. Набросок заброшенной военной части в аэропорту Талаги. Три переезда было, особенно и не хранила свое творчество. Слова Александры. А теперь перейдем к любимому северному краю Александры Рэй. И начнем мы, наверное, с картины «Вечереет» или «Прогулка по улице Никитова» города Архангельск. Если вы прогуливались по этой улице, то наверняка видели напротив деревянную церковь с колокольней на подворье Артемьево-Веркальского монастыря в Архангельске. Деревянная шатровая церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского. Построена в характерном для русского север стиле. Если пройдемся еще по улице Никитова, то напротив увидим заброшенный домик. Вот уж полтора года, пять дней в неделю, ранним утром, долгими минутами ожидания автобуса. Я смотрю на это старое дерево. Она бывает тоскливым, унылым, сонным, радостным, весенним, восставшим. В общем, очень разным. Следующие картины, которыми можно любоваться, как будто ты побывал именно в тех местах. Это поселок Светлый, Холмогорского района. Это все наши северные места, наша природа, наши церкви, дороги, озера. А вы были в Пинниге? Северная Русь, река Пиннига. Отсюда вышел последний русский святой Иоанн Кронштадтский. Первооткрыватель северных морей Дежнев. Последняя русская сказительница Мария Кривополенова. Река Пиннига просто завораживает. Дорогая Александра, желаю тебе творить, рисовать, писать. Дари Архангельску, да и всему миру шедевры. Мы все будем ждать твоих завораживающих работ. Любой творец уже величина. Об этом надо помнить. Если вы хотите стать профессиональным художником, а может быть для вас рисование – это прекрасная душина, как бы то ни было, но для достижения любой цели важны желания, упорство и немного наглядной и увлекательной теории. Эти книги помогут развить вас творческие способности к рисованию. Анжела Герр. Рисование шаг за шагом. Освойте по этому практическому руководству для начинающих 10 интересных и несложных техник рисования. Даже если вы начинающий художник, с этой книгой вы сможете сразу приступить к работе. Она предлагает простые и понятные инструкции по техникам рисования. Вячеслав Иванович Жибинский. Рисунок. В книге подробно рассматриваются законы линейной перспективы, композиции, конструктивного построения рисунка, распространения светотени, колористики, весь комплекс теоретических сведений и практических рекомендаций, необходимых для владения изобразительно-выразительными средствами рисунка. Лорен Жарет. Рисунок. Эта книга поможет развить способности к изобразительному искусству. Из нее вы узнаете, как пользоваться пластиковой картиной, плоскостью, рамкой, видоискателем, как составить свой первый натюрморт и множество других интересных вещей. В книге рассказывается также о том, как сделать первые шаги в карьере художника и превратить свое увлечение в профессию. Питер Станир. Рисунок. Базовый курс. Издание является практическим руководством по основным видам и техникам рисунка. Пять разделов пособия посвящены темам. Человеческая фигура. Натюрморт. Абстрактный рисунок. Пейзаж. Каждый раздел состоит из примеров и упражнений, расположенных в определенной последовательности. И неважно, новичок ли ты, который хочет начать с азов, или более опытный художник, который интересуется нюансами, это пособие даст вам полный объем необходимых знаний и поможет овладеть основами искусства. Если вы не представляете свою жизнь без карандашей, красок и бумаги, если любите рисовать и хотите совершенствоваться в этой области, обратите внимание на эти книги. Они подойдут для самостоятельного обучения, что очень удобно, так как вам не придется зависеть от расписания преподавателя, и вы сможете заниматься в комфортном для себя темпе. Продолжение следует...